Всем привет и слава Украине. Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас традиционные итоги недели с хорошо знакомым и любимым нами Пархатом Мамедовым. Приветствую, Пархат, очень рады. Здравствуйте, Гелла. Тоже приятно вас видеть. У нас, правда, выходные, но мы иногда и заходим на рабочие места, чтобы записаться с Гелла Васадзе на канал, который нужно поддерживать. Мы записываемся в пятницу традиционно, но когда это будет дать, это уже зависит от алгоритма. Какое-то странное это. Вчера, например, не дали никого выложить почему-то, но на самом-то деле я думаю, у меня там, я же читаю постоянно про youtube, я думаю, что это все должно закончиться 3 декабря. 3 сентября это последнее видео, на котором стоит подтвержденное ограничение. После этого были проверены огромное количество видео и на всех действительно нарушений не обнаружено. Поэтому я думаю, что 3 декабря все закончится. Ну а до 3 декабря вот, в общем-то, перерывы стали уже меньше. Перерывы стали уже меньше, и это плюс, наверное. Ну а теперь к нашей песочнице, что называется. Понятно, что на этой неделе все вращалось вокруг дня окончания боевых действий во время 44-го дневной войны. И мы уже обсуждали эту тему и с Ейдаром Мирза, и с Таффиком Зольфугаровым. Когда наша передача выйдет в эфир, эти передачи тоже уже будут. Но, но, один вопрос. Хотя, кто знает, может нас пропустится. Будем оптимистами. Скажут, идите вперед и все, без проблем. Хотя я сомневаюсь. Ладно, не судим. Значит, есть смысл, наверное, посмотреть на то, где оказался регион. Я вот написал, я обычно ссылаюсь на телеграм-канал Мини-ФН, на который надо обязательно подписываться. Равно так, как и на телеграм-канал Центра исследований Южного Кавказа. Но, в данном случае, я сошлись на себя любимого. Я написал небольшой пост по поводу того, где мы оказались. Ну вот, начнем с Грузии. Не традиционно мы как-то все время начинаем. Начнем с Грузии. Вот Грузия вот формально находится в состоянии войны с Россией. Отношение между Грузией и Российской Федерацией, это звучит дико, но регулируется соглашение о прекращении огня 12 августа 2008 года. Других у нас бумаг с Россией нет. А пункт 5 этого соглашения, согласно которому вооруженные силы должны были выйти на линию предшествующую боевых действий, то есть за границу. Он был нарушен сразу же. Ну а по факту власти Грузии делают все, чтобы не раздражать Россию. Ну и даже стали частью эпосистемы России, что сделало приятно для них по параллельному импорту и так далее. Несмотря на это, Еврокомиссия рекомендует дать статус кандидата ЕС в Грузии. Грузия является страной аспирантом НАТО и может сейчас уже получать современное натовское оружие, к приему которого вооруженные силы готовы. Мы на стандартах НАТО уже давно, но наше правительство говорит, не-не-не надо, это будет раздражать Москву. На самом деле так. Насколько оправдана вот такая вот позиция Грузии половичная и так далее. Я понимаю, что я вставлю немного в такое положение, что критиковать соседей не хочется, но тем не менее. не то чтобы не хочется, но мы должны понимать логику политики правительства Грузии вот в этом отношении. Потому что есть и на вашем канале, в принципе, по другим каналам, да, у нас есть информация, по которой проводим аналитику и так далее. Знаете, один из… Я это, по-моему, рассказывал у вас на передаче как-то. Один из послов стран Центральной Азии, который был аккредитован в Грузии, но с офисом в Баку. Мы как-то вот давным-давно… Мы как-то, да, встречались давным-давно это было, где-то лет семь или восемь назад. И он постоянно спрашивал и о Грузии тоже. Ну, мы объясняли, что это не так-то, так-то. И действительно, у нас же, как в наших странах, у нас есть такой комплекс России. Все проходит через фильтр взаимоотношения с Россией. Кто-то, кто остается на этом уровне фильтра, для него все в черно-белых тонах. А, вот этот все пророссийский, агент России и так далее. Этот… Нет, этот не пророссийский. Он говорит, нет-нет, все-таки вот этот какой-то шаг – это пророссийский, значит, он агент России тогда. Мы стараемся понять. И я ему, в принципе, объяснял, что шаги предпринимаются вот в этом направлении, этом, этом. И он человек, который смотрит на процессы со стороны, сказал, что… Ну, в принципе же… Тогда еще был Иванишвили. Иванишвили, говорит, заботится о том, чтобы Грузия не стала бы объектом, да, то есть процесс, пространством противостояния и так далее, как-то вот хочет вычленить страну и себя в том числе и так далее. Вот, я так понимаю, что политика правительства Грузии, она нацелена на то, чтобы не стать пространством противостояния. Это во-первых. Во-вторых, диверсифицировать свои внешнеполитические приоритеты. Что это значит? В большинстве случаев люди думают, что если страна… Вот, что делал Саакашвили, да, поставил флаг Европейского Союза и себя в кабинете. Хотя, европейцы обещали что-то, но… Никогда не обещали, что Грузия станет членом ЕС. Никогда. Но он поставил это, заявил о… Да, но это как бы символизм был. Да, членстве в НАТО и так далее. Хотя, наверняка он тоже понимал, что это не то, что не одномоментное действие, а это достаточно скрупулезный процесс. И он видел… Во-первых, на его территории были конфликты. Во-вторых, он видел, что у России это считается какой-то там красной линией и так далее. И он пошел на этот процесс. Нынешнее правительство не идет на это. Для нас, например, в нашем противостоянии с Армией, да, если уж война, то война по всем фронтам. От ЮНЕСКО кулинарных тем до лмы и так далее, танцев и так далее, нематериального наследия, до непосредственно противостояния, значит, face to face, да. Уже раньше было на линии соприкосновения, сейчас условная граница и так далее. И все это идет со стопроцентным нажимом. У вас какая-то такая гибридная была ситуация. Опять же, это отголоски географии, влияние всего этого дела. То есть, самого масштаба России, противный штаб. И самого масштаба России. Поэтому говорить о том, что правительство, значит, Грузии не принимает вот один приоритет, я в каком-то смысле это понимаю. Для Азербайджана, если смотреть уже с нашей форточки, с нашего окошка, важно независимая, самостоятельная Грузия, интересы которой, национальные интересы которой, не заменены интересами больших государств, в том числе Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и так далее, потому что там есть жизненные интересы Азербайджана, во-первых. И во-вторых, естественные интересы Грузии, они полностью совпадают с естественными интересами Азербайджанской Республики. Вот полностью. И сегодня… Это то, с чего начались наши личные отношения. Да, точно, точно, точно. Вот 2008 год. Впервые, ну, как бы сказать, не то, что впервые, но вот за этот период, путинский период, была применена сила в отношении постсоветского государства, и по результатам мы не увидели от Запада мощной реакции на это. То есть пошел процесс совершенно в ином русле, договоренности и так далее. И я думаю, что после этого и в грузинском обществе, и в политическом эстеблишменте стало как бы более ясно, да, позиция о том, что для того, чтобы уберечь то, что есть, нужно диверсифицировать свои приоритеты. И в разные периоды. Есть константы, да, Азербайджан, Грузия, Турция. Есть европейское направление. Брать по максимуму, что не будет, опять же, это скажу, раздражительным Российской Федерации. Это объективно. Потому что противостоять этому Азербайджану сложно, Грузии в два раза сложнее. Китайское направление тоже очень интересное у Грузии. Потому что Грузия первая в нашем регионе подписала предрейт эгримент с Китаем. Китайские инвестиции, насколько я знаю, больше всего именно в Грузии. И эта политика, она совпадает с интересами Азербайджана. Делаем то, что вот можем делать сейчас. У нас, да, есть стратегические цели развития и так далее. Но мы малые, там, компактные страны, да, как вы говорите. Вот эти компактные страны, они больше стратегии, к сожалению, должны, и притом в условиях нашей географии, они должны больше внимания уделять тактике. Стратегию можно там наметить на 20 лет вперед, на 25 лет вперед. Но тактические шаги должны быть настолько выверены, потому что мы не имеем права на ошибку. Мы не имеем на это права. И насколько бы тяжело это не было бы. И взаимодействовать с Россией, и Азербайджаном, и Грузией, взаимодействовать с США. Вы знаете, когда говорят, вот одна страна влияния США. Ведь после революции РОС в грузинском руководстве, да, и Саикашвили этим, если не ошибусь, если я хочу, грешил, да, он представлял себя как булевестника революции, которая распространит вот все это дело на весь Южный Кавказ. И в Соединенных Штатах Америки, я сам был свидетелем этого, они мне говорили, вот Азербайджан должен смотреть, что делает Грузия. В Грузии обосновались вот те силы, которые желали продолжения вот этого революционного движения и в сторону Азербайджана, и дальше, да, и 2005 год этому свидетельства. То есть мы прошли эти… Действительно, да, это было, потому что Грузия понимала, что она ключевая страна, что и для Армении, и для Азербайджана. А тут демократический фонд, поддержка Америки. Это все давало уверенность в том, что они на правильном пути, и они могут стать лидерами Южного Кавказа. И это им шептали и помогали им вот в этой области тоже. И здесь уже, например, учитывать интересы Азербайджанам, ну, хотят, не хотят, труба все равно пройдет через нас. Или там… Мы будем проводниками политики Соединенных Штатов Америки. И все… Все всегда мерили тогу Израиля для США. То есть вот видите, как США поддерживает Израиль. Всегда израиль все говорили. Да. Армения говорит, что мы, как Израиль для США, мы также для Российской Федерации. Армения говорит… Это была статья… Как его? Дядя Сарксяна. Как его зовут? Мика. Вот его статья была по поводу того, что Армения для России, как Израиль для США. Да. Ну да. Эта идея всегда продвигалась. Что если вот есть такие страны, и мы тоже можем быть или для Америки, или для Российской Федерации. Да. Ну, сейчас мы видим… Честно сказать… Армения. Да. На уровне руководителей, лидеров Грузии и Азербайджана, два года тому назад можно было сказать, что они не на совсем удовлетворительном уровне. Конечно, контакты были, координаты какие-то, но последние два года, и мы это ощущаем, что и физические контакты, и по реализации совместных каких-то проектов и так далее, они участились, они поднялись на качественно новый уровень, и мы можем это только приветствовать. Очень интересный момент. Вот по поводу вот этого экспорта революции, это был очень непродолжительный период. Где-то в 2005 году был критический момент. Самолет садился. По поводу самолета, который должен был… Какой-то оппозиционер должен был приехать. Прошел Гулиев? Я не помню. Ну, я помню. В конечном итоге сказали нет. Угу. Сказали нет, и вот после этого… И я думаю, что в самих Соединенных Штатов Америки прекрасно понимали, что… И фактически после визита Буша… А приоритация, кстати, очень важный момент, очень интересный момент. Да, с одной стороны, это так, а с другой стороны, период до мая 2005 года – это конкретно букеточный период еще и с Российской Федерацией. Ну, это такое усмирение и демонстрация того, что было в период Шуварнадзе. Это период такого дандема российско-американского в погрузку. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И вот в этот период как раз таки и то… В этот период. Как только Буш приезжает, и как только Миша бросается в объятия Буша, и после этого начинается работа, в общем-то, как раз таки вот случай с Гулиевым, и все, то есть все стоит на свои места в плане стратегического, стратегии. Но… Но Мишу нужно просто хорошо знать. Миша же человек очень эмоциональный. То есть Миша или враждует до конца, или дружит до конца. Ну, вот… Вот этого до конца. Почему мы говорим сейчас, что нету тех отношений? Потому что понятно, что так как Миша дружил с вашим первым, так… Нет, но… Гела, но последние два года я замечаю вот… Участившуюся компанию. Институциональная работа и так далее. Это на самом деле, может быть, даже лучше, чем вот эта эмоциональная… Институциональная всегда лучше. Хотя там эмоциональная и институциональная переходила. Нет, это было, это было. Но сейчас больше прагматики. Да и… Как сказать… Чиновники вот второго ранга, на уровне министров и так далее… Это уже относительно новое поколение. Да, которое… У которых еще есть воспоминания, там, Миминоя и так далее. Это все есть. Но они больше технократы. Они больше заточены на результат. Конечно, там и поужинают вместе, и поговорят там и так далее. Но это все-таки вот не то, что было, да. Там по звонкам решали все вопросы, какие-то совместные дела делали и так далее. Здесь уже как-то более технократический подход. А это все показатель того, что дела идут. Это уже демонстрация политической воли. Вот в этом отношении… Это хорошо или плохо? Это хорошо. Хорошо. Это хорошо. И самостоятельно независимая Грузия – это полностью совпадение целей и интересов Азербайджанской республики. Вот иногда возникает вопрос, да, острый такой вопрос. Особенно в периоды, когда поднимается вопрос открытия железной дороги через Абхазию. И в Грузии есть лоббистские группы. И мы, в принципе, знаем, откуда это все финансируется и так далее. И армянская сторона очень желает этого, чтобы потерялась бы вот эта нить зависимости России в той или иной степени от Азербайджана в маршруте север-юг. После вторжения России в Украину, России нужен сухопутный путь в Турцию. Железнодорожный. Автомобиль он есть. А железнодорожный. Мы с Рауфом это много раз разбирали. Анаклия. А как? Анаклия. Анаклия. Замена Новороссийска. Я понимаю. Но когда смотришь на карту, и вот эти видавшие виды эксперты, они прекрасно понимают, что автомобили дороги есть. Они действуют. Железная дорога. И тогда, еще я помню полтора года назад, по боку Тбилиси Карс заместитель руководителя РЖД говорил о том, что мы такие объемы пустим в России через Баку, Тбилиси и Карс, чтобы там не было бы места для европейских или китайских товаров, чтобы они шли бы в обход. Вот дорога пусть пускают, что они не пускают. Но потом что-то изменилось. И знаете, приоритет всегда отдается дороге через Абхазию. Получается, если не получается, тогда начинают думать об альтернативах. Альтернатива в какой-то степени Зангизурский коридор, который они устали ждать и все еще хотят контроля на территории Армении. Но участие Ирана уже становится, так сказать, фактическим и так далее. Второй элемент – это дорога через Абхазию. Это не в интересах Азербайджана. Вот если откровенно сказать. Но если завтра в России все изменится, и там пойдет нормализация, Абхазия станет составной частью Грузии и так далее, и пойдет вопрос открытия коммуникации, то этому противостоять будет невозможно. И это становится тогда в интересах Азербайджанской республики. Потому что если уж не получается в нынешней ситуации, то получится после. И когда я писал текст о 3 плюс 3, я об этом тоже писал, что если Россия желает, чтобы Запада было меньше в регионе, были открыты все коммуникации. Это самая простая позиция по 3 плюс 3. Это нормальные отношения с Грузией. Да, они должны тоже что-то предпринять. Потому что Запад появляется тогда, когда Россия или не предпринимает чего-то, или же идет принимать такие решения и реализовывать такие действия, что обрывать все связи с Грузией. И в этом отношении, да, у нас, например, такой интерес, чтобы эта дорога не открывалась. Но если завтра у Грузии все будет нормально, эта территория станет составной частью Грузии, противостоять этому будет невозможно. Мы, например, для нас открытие железной дороги в Абхазию, через Абхазию в Грузии, это в нынешних условиях неразрешенности конфликта, оккупация территории Грузии и так далее, со стороны руководства Грузии, это шаг, который будет противоречить нашим интересам. Это не настолько уже, но не настолько уже, насколько бы он противоречил вашим интересам до 20-го года. До 20-го года. Даже до 23-го года, но до 20-го года так это вообще. Поэтому, да, здесь есть какие-то элементы. Конечно, они все прорываются. И Азербайджан, и Турция. Мы являемся сторонниками независимой Грузии, чтобы там все было бы нормально. Мы могли бы равноправно сотрудничать. И кто бы, что бы там не говорил про Аджарию, про другие регионы и так далее. Мы, то есть, или какие-то потенциальные угрозы для Грузии. Я думаю, что нынешние условия, да, та формула, которая сформировалась в течение этих десятилетий, она полностью удовлетворяет как Азербайджан, так и Грузии. Если кто-то что-то хочет сказать про Аджарию, пускай спросят у меня уже. Я много чего читал и знаю, но Аджарию... По объемам иностранных инвестиций в Аджарию кто на первой месте? А по-разному, знаешь. То есть, получается как, я скажу. Один раз был год, когда были норвежцы. Был год, когда были индийцы. Был год, когда были эти... А почему? А почему? Потому что тот, кто строил ГЭС... А, ну да. Один раз... По объемам иностранных инвестиций. На самом деле, на первом месте в Аджарии всегда было, а это я уже говорю как человек, который был главой агентства регионального развития Аджарии, всегда были русские инвестиции. Всегда были русские инвестиции. Просто в период Миши эти русские инвестиции были австрийскими, голландскими. А вот сейчас, вот последние, скажем, пять лет. Последние пять лет с русскими пять лет. Потому что я через своих знакомых и так далее, которые проживают там, которые едут туда. Я так понимаю, что непосредственно... В бизнесе, да, там есть турецкий капитал и так далее. Есть, есть. В связи с Турцией. Но по инвестициям в квартирный фонд, непосредственно в другие элементы и так далее, это занимает на первом месте Россия, там, Турция, Украина. Я правильно понимаю? Россия однозначно... Кстати, один период был Азербайджан. Тоже какой-то крупный объект строили. Да-да, гостиницы и так далее. И так далее. То есть тот, кто строит крупный объект, тот и на первом месте. Но в общем и в целом, конечно, российские инвестиции... И так всегда было. Просто раньше были российские инвестиции, а сейчас и прямо инвестиции есть. И что касается турецких инвестиций и так далее. Объясняю. Значит, в двух словах, чтобы все хорошо понимали. Когда было все закрыто... И когда... 90-е... Начало 90-х. Все очень плохо. Ну, там, голод, холод и так далее. Денег реально у населения нет. Ну, плохо с деньгами. И у бизнеса нет денег. И наши ребята из-за чего, те, которые начали заниматься бизнесом... Самое рисковое. Поехали в Турцию. Там, на какие-то копейки... Там, я знаю... Я знаком с человеком, который поехал и на 200 долларов купил мобильный телефон. То есть, когда за 200 долларов можно было купить мобильный телефон? Нет. Если мобильный телефон купил там... И привез и продал. Вот он два-три раза так съездил на это. И потом... Причем куда-то? Недалеко. В Трабзон. Потом тот, кто ему продавал, он сказал... Слушай, парень. Я вижу, как ты мучаешься. Ездишь там на маршрутке, там еще что-то. Еще что-то. Давай я тебе дам товарные кредиты. И он начал давать товарные кредиты. И очень многие... Вот мелкий и средний бизнес в Грузии, в Аджарии, поднялись за счет того, что... Думаю, ты только мне кидали, кидали. Такое тоже было. Но основная масса прекрасно понимала, что это... Ну, во-первых, это огромное доверие. А для Homo Sovieticus тогдашнего это было... Ну, что-то невероятное. Невероятно. И вот мелкий и средний бизнес, который потом многие... Ну, электроэлектроникс потом был. Потом у него были неглядок и бум электроникс сейчас. Вот он начал с этого. И потом вырос в крупной торговой сети и так далее. Так что, конечно же, турецкое строительство тоже есть. Первое... Ну, когда я еще в мэрии был, ко мне пришли и сказали, что... Широтон будет троить в Батуми. Помощник зашел, я говорю... Я ржать начал, я говорю, хорошо меня прикалывать. Нет, честное слово, сейчас с правительства позвонили, придут и греста же. Я говорю, хорошо. Я говорю, а кто придет? Что турки придут? Я говорю, ну... Тогда грелю. То есть, первая гостиница... Сейчас в Батуми все сети есть. Все сети. Первая гостиница... Ну, да. Four Seasons там... Небольшие очень, да. Они... И так далее и тому подобное. Но первая инвестиция была турецкая. Вот это есть. Но, ребят, когда я читаю, что Батуми захватили турки. И так далее. Я что хочу сказать? Что вот на примере Аджарии можно посмотреть, экстраполировать на всю Грузию, да. Что можно искать любые конспирологи, да. Там появилась мечеть, здесь это самое. Они захватят... Всегда мечеть у нас всегда была. Так я о чем? Вот. Поэтому... То есть, все эти опасности... Я думаю, что вот нынешний период, да, он, в принципе, достаточно эффективный в наших взаимоотношениях. Не, ну, что касается еще Аджарии, если мы берем религиозный фактор, да, у нас все практически духовенство. Оно заказано на Турцию. Более того, многие очень не знают... Даже люди моего возраста даже, я уже не говорю... Не моего, но чуть помладше сейчас я... Уже не знают русского языка. Да. Ну, прекрасно говорят на турецком. Да, они все учились в турецком метросе. Практически. Ну, после развана союза духовенство действительно ориентировано полностью на то, что мусульманскому. Ну, ладно, был смешной случай, когда мирные салафиты Дагестана приехали. Я был у них переводчиком. Ну, потому что они не говорили на турецком и грузинском, а эти не говорили на русском. Я переводил, и в какой-то момент эти наши стали ругать салафитов в Бангийском ущелье. Ну, я понял, что нужно как-то смягчить ситуацию. Он там пройдет целую речь, либо там у наших мечет и отмирают. А я переводил следующей фразой. Сложная ситуация, сложность в Бангийском ущелье. Томкости периода, да. Тоже нужно уметь, да. Ну, да. И я же понимал, что этот не понял, кто к нему пришел. Ну, кстати, Артур, да. Ну, трогически погиб этот парень, который приезжал. Другая история. Духу-духу-духу. Значит… Грузию прошли. Грузию прошли. Нет, Грузию не совсем прошли. Не совсем прошли. Грузия, это я, прошу прощения, я вызовался воспоминания, еще во что-то. Значит, вопрос такой, а почему Европейский Союз все-таки дал рекомендации? Грузии предоставить членство в ЕС? Ну, понятно, что если не предоставят, то внутри грузинского общества разочарование… Обидимся. А? Обидимся. Обидитесь, да, есть за что, во-первых. Во-вторых, это же штаг членства в Европейском Союзе, но они должны понимать… Внутренние динамики в Грузии. Вот. А эти внутренние динамики достаточно серьезные. И это, кстати, тот момент, когда… Вот тот внешнополитический курс ЕС и США, он становится более гибким. Для меня это тоже какой-то сигнал о том, что эта гибкость, возможно, в ближайшем будущем будет в отношении нас. Мне, кстати, неделю-три назад, ну уж недавно, один турецкий дипломат сказал следующее вещь. Да ладно, дадут вам статус ЕС, не переживай, будете как бы 20 лет кандидатами члены ЕС. Я говорю, слушай, пусть сначала дадут, а потом будем. Вы… Я говорю, то, что вы кандидатами члены ЕС, вы это использовали на все столы. Мы тоже хотим попользоваться. Все правильно. Все верно, правильная позиция. Приходим к Армении, которая, в общем, институционально является военно-политическим советником России, встроена во все существующие проекты РФ, но сейчас, в силу конкретных обстоятельств, пытается выстроить новую систему безопасности, в основном на основе сотрудничества с Францией, которая, кстати, является ключевым игроком и в ЕС, и в НАТО. Одним из ключевых. Ну, одним. Понятно, что одним из самых главных, но одним из ключевых. То есть, сказать, что она там на третьих ролях, что у нее роль в Луксине… Нет, нет. Нельзя так или иначе. И скажу так. С другой стороны, в Армении понимаешь, что Россия настолько ослабла, что не может гарантировать то, что она гарантировала в предыдущих 30 лет. А с другой стороны, не настолько ослабла, чтобы можно было ее игнорировать и уйти вообще. Вот это динамическое равновесие, оно не является ли главной причиной того, что сейчас на паузу поставлен мирный процесс? Есть, конечно, это влияние, потому что какие-то части армян-азербайджанской повестки, они завязаны на участие России. Азербайджан, в принципе, предпринимал инициативы относительно армян-карабаха, чтобы это участие России минимизировать. Но армянская сторона держалась за это участие России. И по мандату российского миротворческого контингента, и по стопроцентной поддержке проекта Путина, там, мирного договора и так далее. Мы все это видели. То есть, какие-то очертания произошли уже в начале этого года, когда уже на мюнхенской встрече президент Ильхам Алиев предложил установить КПП на Латчинской дороге, на Зангизурском коридоре. Это был такой месседж о том, что если вы хотите минимизировать роль России, то нужно это делать, сообщать. Можно это делать, сообщать. Но они отказывались от этой идеи. Поэтому Азербайджан уже в одностороннем порядке реализовал те шаги, которые реализовал, и создал условия для Армении, для руководства Армении начать процесс минимизации хотя бы в политико-безопасностной сфере, в этой сфере Армении. С другой стороны, я вижу и повышение товарооборота между Арменией и Россией. Но здесь я так понимаю, что Армения смогла убедить, говоря языком российской пропаганды, своих западных кураторов в том, что они, в принципе, это могли делать всегда. Они всегда это могли делать. В течение 25 лет они убеждали Запад, что без России и Ирана мы не сможем прожить, поэтому мы должны закрывать глаза на все это дело. И сейчас они дают месседжи о том, что вы должны закрыть глаза на вот это увеличение товарооборота, наше членство в этих организациях и так далее. И если вы хотите, то играть в долгую. Мы будем в этих проектах России до того периода, пока Россия не ослабнет совсем или же вы не создадите для нас альтернативы. Логичная позиция. И играет на комплексе вины Запада, европейских стран и Соединенных Штатов Америки в отношении вот этого страны и народа. Этот комплекс вины культивируется десятилетиями. Со стороны армянской диаспоры сейчас эксплуатируется со стороны руководства армян. Плюс сюда добавляется еще эта пылинка, так скажем, демократически-либерального вот этого элемента. И достигается вот, я бы не сказал бы успех, но результат, который сейчас есть у Пашиняна. То есть он может позволить себе принимать римский статут, он может позволить себе не участвовать в каких-то мероприятиях СНГ, УДКБ и так далее. Я думаю, что наиглавнейшим будет саммит УДКБ в конце ноября, если не ошибаюсь, 20 ноября, в Минске, если не ошибаюсь. Вот там уже не то чтобы водораздел, но вот это будет значимое мероприятие, которое продемонстрирует, что они собираются там оставаться или же вот эти демарши, они имеют какое-то основание. сегодня, да, он обеспечил то, что он обеспечил сегодня. Это поддержка политическая со стороны общего западного фронта, фронтира, вот этого большого понимания Запада. США, Европейский союз, там помощь, по-моему, из Австралии тоже, Канада и так далее, вот это все дело. Непосредственно военно-техническое они начали с Франции и с одобрения и организации Франции, там, Индия, да, непосредственно вооружение и так далее. Ну, поэтому военно-техническое вопрос обеспечивается. Да, Греция есть такой элемент, да. Какой-то элемент получили со стороны Ирана, ну, у Ирана ожиданий больше, чем могут предоставить на свои территории руководство Армении. Вот. И вот есть членство в военно-политических и экономических союзах с Россией. Вот в этом Венегриде этим нужно управлять. Если у вас такая ситуация, тем нужно управлять. Я тоже писал о том, что руководство Армении, я не думаю, что есть соответствующие навыки и компетенции, чтобы этим всем управлять. И, в принципе, эти искры, они были видны. И сейчас проявляют. Вот заметьте, Келла, во время визита министра настранных дел Калана в Армению, когда она пришла в очередной раз смотрела бинокль на Лачинскую дорогу, они там сказали, что будет увеличена миссия ЕС. Я так понимаю, что это красная линия для Ирана. И Иран противится этому. Поэтому на сегодня эти разговоры об увеличении количества миссии Европейского Союза в Армении, они как-то приутихли. Да, создается инфраструктура Европейского Союза. Вот эти открываются постоянно действующие офисы и так далее. Проводится набор из местных людей. То они говорят, что их там чуть ли не 60 человек чисто европейцев. Потом говорят, что во всей этой миссии работает до тысячи человек. Такая цифра тоже как-то проходила. Ну, вот они какими-то гибридными методами стараются увеличить количество и качество работы европейской миссии. Ну, вот так они формируют свою систему безопасности. Главное для нас было в том, что эта вся Катавасия, она не как бы переходила бы на территорию Азербайджана в Карабах. К сожалению, все силы, поддерживающие Армению, Россия, Иран, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки в той или иной форме, они затрагивали те в Армян-Карабах. После того, как мы установили блокпост на границе, на Лачинской дороге, минимизировали, а потом обнулили внешнее влияние на Карабах, по очереди Российская Федерация сперва, Иран вот вчера на уровне президента в очередной раз поздравил с восстановлением территориальной целостности и так далее, Азербайджан. Они приняли эту реальность. Пока что тему армян-Карабаха и Карабаха вообще будирует только французская сторона. И это тоже, я думаю, когда-то завершится. Вот в самой Армении смогут они управлять этим пестрым, конгломератом стран, которые участвуют в архитектуре безопасности Армении? Ну, призом в руки. Не смогут, это опять какое-то геополитическое противостояние. Геополитическое противостояние с кем? На территории Армении между соседними странами и центрами сил в числе Запада и так далее. То есть, на каких-то элементах дела они, вот, голова упирается в потолок. Я, вот, миссия ЕС, реакция России и Ирана. Почему не открыли, по-моему, французы в Кафане? А открыли они в Сесиане, по-моему, если не ошибаюсь. Или в Горисе открывать свое генконсульство и так далее. То есть, это все такие элементы геополитического противостояния на территории Армении. Мы это все видим, замечаем. И послы соответствующие там работают. Из Сирии, значит, отозвали посла, послали в Армению. Из Эрбиля генконсула Франция послала послов в Армению и так далее. Это все люди из Киева, значит, заточенные на антироссийскую деятельность посла в Армению, США назначили. Это все элементы, то есть, месседжи о геополитическом противостоянии на территории Армении. За Армению, не на территории Армении. Интересный момент, когда говорят о мотивации. На информационно-дипломатическом поле Армении с Западом. Часто упоминают то, что Запад условный, ну, например, Франция, возьмем такой яркий пример, хочет вытеснить Россию с Южного Кавказа. Я вот ничего сомневаюсь, что Франция хотела бы… Верняка Россию с Южного Кавказа хотят вытеснить все. Ну, вот сейчас, если, например, просыпаются, спросят у любого турецкого политика или человека, кто принимает решение, или иранского, хотели бы вы, чтобы России на Южном Кавказе не было бы? Они на Южном Кавказе… Ну, может быть, там китайцы бы еще бы задумались, но вот эти бы точно… Ну, они видят заполняющим этот вакуум себя. А, конечно, в каждой… Что на Западе, что на Юге… Каждый видит себя. Поэтому это не аргумент, я думаю. Думаю, что главный аргумент уже было сказано вот этот… Определенные сентименты по поводу… Ну, вообще, взгляд либерального Запада… Историческая традиция взгляда либерального Запада на армянский вопрос и внутриполитическая повестка. Разве это не важнее, чем какое-то желание такое? Нет, здесь все есть. Здесь все есть. Здесь и внутриполитическая повестка. Здесь и религиозная тема есть. Здесь и либеральные темы есть. Здесь и факторы… Вот этот комплекс вины есть, который культивируют. Это все из внутриполитических динамиков. То есть мы же не говорим, что только из-за одной темы кто-то поддерживает кого-то. Там весь вот этот набор есть. Не, ну просто… Я к чему говорю? Я к тому говорю, что просто решили говорить… Ну, очень уж в лобовую. Так, почему? Потому что хотят выяснить Россию. Да. И это тоже есть геополитическая… Так Бреш же появилась. В 2020 году Бреш создал Азербайджан, когда нарушил конструкцию того, что Армения пожертвовала своим суверенитетом ради поддержки со стороны России в ее агрессивной политике по отношению к Азербайджану. Вот в этой конфигурации появилась Бреш. Армения после 2020 года пошла по пути Российской Федерации. Опять, что Россия в Карабахе, мы будем продолжать через Россию участвовать в Карабахе, Россия в той или иной степени будет обеспечивать нашу безопасность. Они же, Гела, они же заплатили эти 300-400 миллионов России за новое оружие. Я до конца не понял. Заплатили 300-400 миллионов? Заплатили. Они говорят, мы заплатили, нам это оружие не дают. Или заплатили какую-то часть, а какая-то часть была кредитом. Я вот это до конца не понял. Ну, неважно. Я основываюсь на официальных заявлениях официальных представителей правительства Армении. и комитета по безопасности парламента, Кочерян. Что мы заплатили эти деньги. Они говорят, сотни миллионов. Я по своим каналам узнал, там 360-400 миллионов получается. Они же это заплатили Российской Федерации. Предположим, Российская Федерация, предположим, поставила им это оружие. Предположим, Россия высказала Армении идею, что вот мы вам помогли и так далее, давайте в Крым поезжаем. Он полетает в Крым. Там гуманитарную помощь после начала войны ЛДНР оказывали. Ведь карабахские же армяне оказывали эту гуманитарную поддержку, ЛДНР и так далее. И эта гуманитарная поддержка ехала через территорию Армении, и этому ничего не воспрепятствовалось. Тогда она была опять вот в рамках вот этой идеи того, что мы жертвуем свой суверенитет вам. Вы обеспечиваете нашу безопасность, развитие и нашу агрессивную политику отношений Азербайджана. Это Азербайджан создавал Пашиняну своими действиями, создавал Пашиняну возможность высказывать свое недовольство к России. Он недовольство почему высказывает, мотив его недовольства в чем? Он говорит, ребят, я же делаю то, что вы говорите, но вы не можете Азербайджан приструнить. Вот если приструнил бы Россия и Азербайджан, тогда Армения была бы вторым Лукашенко, второй Белоруссия. Мы с вами об этом говорили, и российские политики об этом говорят. Мы получили от Армении максимум, что она могла нам дать. Большего они не делают. Он сделал один раз большее, что не делал Сеш-Сакси. Он послал группу саперов в Сирию. И везде этим кичился, что я сделал то, что не сделали они. Сейчас вы должны нам помочь больше. Ну, они ему там, наверное, тоже что-то сказали, что спасибо большое и так далее. И он вышел и сказал, что Карабах – это Армения. На основе чего? На основе того, что он сделал для России больше, чем делал Сеш-Сакси. А сейчас вот Лавров приезжает и говорит, что были во время всех же саксианных договоренностей, нужно пять районов отдавать и так далее и тому подобное. Он из-за этого это делал. А сейчас Азербайджан ему создал условия, что он пошел бы на дегратификацию. У него есть целая там вагонная тележка претензий к Российской Федерации. И они касаются не внутриполитических элементов в Армении. Да, там есть вот типа… Он же не говорит, что Россия. Он никогда не говорит о России. Он всегда говорит о какой-то третьей стране, которая хочет сделать переворот в Армении. Но по коррупционным вещам он ничего не говорит про Россию. Он же открывал уголовное дело против ЮКЖД в Армении. Потом признали, что это все неоправданно, это все было. То есть бездоказательно. Он по Газпрому хотел пройтись, не получилось. Сейчас его претензиозная вещь в отношении России исключительно по армянам Карабаху. И это Азербайджан создал для Пашиняна условия. И он этим пользуется. И появляется что? Появляются пустоты. Иран очень нервничал, что вот эти вакуумы в отдельных сферах будет заполнять Запад. Поэтому сто тысяч человек пару раз за год привёк к границе с Азербайджаном. И с Арменией, кстати. Почему-то все говорили о границе с Азербайджаном. Ну извините меня, если на границе с Азербайджаном в одной части, то через 30 км граница с Арменией. И там тоже стоят. Если с Нахчеваном они стоят, то и здесь тоже стоят. И они прекрасно понимают, что если Россия слабеет, не то что уходит. Она здесь будет. Россия будет здесь. Но будет тот Испания. Но в какой форме? В какой форме? Здесь больше всего России в Армении. Если Россия становится меньше в регионе Южного Кавказа, её в первую очередь должно становиться меньше в Армении. А эту пустоту заполняет Запад. Поэтому Иран стал активно вмешиваться в эти дела. Есть вопрос не в Азербайджане же. Есть вопрос в самой Армении. И Пашиньян тоже должен. И в Армении должны понять, что именно действия Азербайджана привели к тому, что они сейчас могут высказывать эти претензии, значит, Российской Федерации и так далее. Проводить политику по уменьшению, значит, влияния России и диверсификации своей внешней политики. Ну, в общем, если бы не было действий Азербайджана, то никаких претензий тоже бы не было бы. А какие претензии могли быть? Тогда бы и претензий не было бы, если бы не было действий Азербайджана. Так ведь? Ну вот. Если все шло бы по, значит, вам проектам Путина, под которые армянское руководство подписывалось сразу. Мандат, мирный договор и так далее и тому подобное. Тогда бы и претензий в отношении России у Армении не было. Не было. Ну, не могло бы. А за что? Они бы оставались вот в этой, как бы сказать, тележке России. Суверенитет в обмен на поддержку агрессии. А сейчас этой поддержки агрессии нету. И поэтому они могут выдвигать эти претензии и смотреть на Запад. Мы Западу говорим, что не поддерживайте агрессию против Азербайджана, армянскую. А так, что хотите с ними делайте, Бог с вами. И сейчас вот эта тематика, она показательна будет. И саммит РДКБ, куда поедет и не поедет Пашиняк. И решение правительства Армении по транспортным коммуникациям с Азербайджаном. Потому что уже все, уже произошла кристаллизация. Азербайджан тут ни при чем. Уже тема перешла в российско-армянскую повестку. Азербайджан то, что принял решение с Ираном. Это автомобильный мост и так далее. Меморандум о железной дороге. Азербайджан себя вывел из этой игры. Я как-то минимально свои вопросы решаю. Сухопутно и по железной дороге. Если нужно, там не будет у нас лишнего миллиарда. Мы построим железную дорогу в Турции, в Карте и так далее. Отстаньте от нас. Почему вы построите, я не понял. Это тема спекуляции. Спекуляции на мировом масштабе. Потому что у Пашиняна сейчас очень удобная ситуация. «Ой, на меня хотят напасть. Россия против меня. Помогите, помогите, помогите». Эти тоже, да, европейцы. «Ой, Пашиняна сейчас свергнут». Они начинают трусы на голову натягивать, как у нас говорят в Азербайджане. «Вай, мы Армению хотят оккупировать. Нужно им еще больше помочь. Нужно им оружие дать. Нужно там организовать его выступление в Европарламенте». «Вай, мы это грузины». Да я знаю. Гела. А ведь это может понравиться Пашиняну. Вы представляете, если завтра подпишут мирный договор? А под каким соусом он будет выступать и требовать больше поддержки и денег? Если мирного договора есть. А сейчас он такой популярный. Про него пишет политика. К нему Wall Street Journal заходит, чтобы спросить, нападет на тебя Азербайджан или не нападет. Понимаете? Он как-то вот информационный фон есть. Для него, как журналиста, для него это очень важно. И вот это чрезвычайно. Французы поставят что-то, эти что-то делают. Я так понимаю, что и эта ситуация сейчас, она не способствует мирному договору, но она может создать упражнение о том, что если он подпишет завтра этот мирный договор, интереса к нему будет меньше, если он не начнет предпринимать конкретное действие против России. Сейчас он может говорить, что война, вот Азербайджан угрожает, скопил войска и так далее и тому подобное. Поэтому, извините, я с Россией должен в какой-то форме еще оставаться. Закрывайте глаза на повышение товарооборота. Я здесь тоже немножко должен, я же должен как-то прожить, зарабатывать деньги и так далее. Чтобы меня, либерала, демократа, вашего любимого, я бы демонстрировал экономический рост. А здесь без России я не могу. Вот поэтому закрывайте глаза на это, поддерживайте меня, а я вот буду не участвовать на саммитах. Каких-то организаций и так далее. Это может ему понравиться. И он может эксплуатировать вот эту ситуацию в своих целях. Может? Я думаю, что может. Если нет конкретного предложения со стороны Запада, что подписывает, и мы тебе уже тогда будем помогать еще больше. Я надеюсь, что на Западе это понимают и не будут вводиться на эту ситуацию и вот эти формы. А что касается коридора, то, что сегодня творится. Что это армян, исключительно армяно-российская транспортный коридор. Хотели бы, чтобы не упоминали бы Зангизурский коридор. Вот и президент Азербайджан, президент Турции уже на двух саммитах не упоминает слово Зангизур, не говорит слово «коридор», говорит о линиях коммуникации между западными регионами Азербайджана и Нахчувана. То есть армянское требование, а ожидание, оно воплощается в такой форме в жизни. И Армения делает какой-то шаг, создает отдел по безопасности на транспорте. То, о чем мы с вами говорили всегда. Что Армения должны продемонстрировать, что она что-то делает. Завтра, я думаю, они должны уже эти чекпоинты непосредственно строительство КПП. Без России. Если они идут на это... Вот они делали последнее заявление вчерашнего МИД Армении. Они говорят, в трехстороннем заявлении нет такой вещи, что Россия должна обеспечивать безопасность коммуникации на территории Армении. Они это сказали, клянусь, сказали. И им этого не докажут, что это есть. Но если вы это делаете, и вы такие смелые, давайте продолжайте установить чекпоинты вдоль Зангизусского края, чтобы знали бы, что это самое и так далее. И тогда, я думаю, и Азербайджан подтянется к этим делам, к этим переговорам и так далее. Без России, опять же, это не наш сам. Мы тоже России говорим, что решите вопрос, мы подключимся. Не решаете, мы идем через Иран. Если вы не решаете и говорите, что нет, без нас этого быть не должно, ну, это уже будет зависеть от переговоров между Азербайджаном и Россией и между Арменией и Россией. Я тебе говорю, ну что, на мягких лапах подошли к Азербайджану, но тут очень важный момент. Был очень интересный разговор с Вадимом Дубновым. К сожалению, тоже пока на момент, когда мы разговариваем, еще не вышли. Скорее всего будет. И там я сказал следующую вещь, что, в принципе, я с ним согласился, что мирный договор, конечно же, в общем, полезен. Но вот такой острой необходимости у меня сейчас нет. Насколько это ли? Нет, ну я вам очертил, что, когда армянская сторона говорит, что мы сторонники и так далее, есть такое мнение и позиция в том, что они сейчас, на этом этапе, они не совсем заинтересованы в мирном договоре. От мирного договора возможно? От идеи мирного договора никто не откажется. Нет, ну понятно. Да. О том, когда это сделать, я думаю, Азербайджан взял паузу, чтобы посредники адаптировались к новой ситуации. И будет смотреть, насколько они адаптировались к новой ситуации. Какие у них подходы? Вот назначают посла, уже назначают, да, США. Прошел уже и Сенатский комитет в Азербайджане. Вот. И контакты какие-то на уровне с Европейским союзом уже начинают как-то происходить. И начинается высказывать какая-то позиция. Вот через эту позицию мы поймем, какие подходы у Армении и западных посредников, западных кураторов этого процесса. У России, в принципе, все ясно. Вот. И опять же повторим эту мантру, что если в России нет Армении, мы не едем. Европу остается США. И мы видим, что Бону опять в регионе встречается по второму кругу. Вот. И это новая двусторонка. То есть, тема Грузии, встреча там. То есть, эти две платформы сейчас наиболее актуальны. США остается в повестке дня? Я думаю, что да. Это будет зависеть, опять же, потому что очень осторожные заявления делал в государственном департаменте. В последнее время было одно заявление, значит, по Армении, на которое был достаточно жесткий ответ нашего МИДа. Нетрадиционно жесткий. Они там не упоминали Азербайджан. Вот. Но Азербайджан это выступил жестко, что говорить с нами на языке угроз не получите и так далее. То есть, вы не проявляли должного внимания к Азербайджану по теме территориальной целостности и так далее. В общем, напомнили все, что можно. Я думаю, что условие Азербайджана будет заключаться в том, что вы должны сказать «Карабах – это Азербайджан», не упоминать эту тему вообще. И после этого, да, Азербайджан, возможно, подключиться к этому. Они не сказали еще, что Карабах – это Азербайджан? Нет. Если вы увидите где-то, мне тоже скажите. Хорошо. Если увижу, скажу обязательно. Да. Или услышите. Но я не от одного американского дипломата это не слышал. Вот. Поэтому… Я слышал, правда, в неофициальных беседах, но я слышал. Ну, нет. Я хочу сказать, чтобы официально это было где-то на бумаге. Там был один вопрос агентства Анадолу Байдену. Это Байден… Кстати, и до 2020 года тоже слышал. Да. Блин. Нет. До 2020 года… Ну, это могли быть такие-то. Я дипломат, который не совсем может быть в теме. Нет. Ну, местные, да? А, ну, местные, да. У вас, да. Может быть, но… А скорее я еще мог говорить. Те, которые в теме, в переговоренном процессе, никогда этого не говорили. Вот. Был один вопрос агентству Анадолу Блинкину. Он о погоде поговорил, о температуре воздуха, обо всем. Общие фразы о поддержке Тарантина и все. Ничего конкретного нет. Вот, в принципе, это по-американскому. То есть, сейчас все как-то присматриваются друг к другу, адаптируются к ситуации. Посмотрим, насколько они смогут адаптироваться. Особенно американской стороны. И очень важный вопрос. Вопрос отношения Азербайджана с Евросоюзом и США. Понятно, что, вот как я вижу, вообще во внешней политике Азербайджана тема Армении, она так или иначе сходит. То есть, она как бы остается, но если раньше она занимала 90 процентов или 80 процентов, то сейчас, может быть, процентов 50. Грубо говоря. Грубо говоря. Грубо говоря. Но общий фон отношений с Западом, с Россией и с Ираном. Ну, в том, что и понятно, в том, что я вообще не знаю. В двух словах. Я понимаю, что вопрос диссертамент. Нет. Традиционная политика диверсификации взаимоотношений. Вот вчера была встреча президентов Азербайджана и Ирана. Президент Азербайджана сказал то, что хотели услышать президент Ирана. Президент Ирана сказал то, что хотел услышать президент Азербайджан. То есть, здесь все на обоюдном уровне. Я думаю, что это все согласовывалось в десяток раз. Вот эта встреча, эти тексты, которые будут произнесены. Посол там неделю раз выставляет фотографии со встречи в МИДе, в администрации президента. Постоянные контакты есть на этом уровне. Да. Вот как-то так. Что касается Российской Федерации. Тоже этот уровень. Например, два с половиной года по теме РМК. Но это была самая тема, где у нас пошла нестыковка по всем направлениям. Ну, в августе, они уже сказали, Караванские экономические регионы и так далее. Идут сейчас переговоры по количеству и функционалу РМК в ближайшем будущем. Я прошу прощения, что перебиваю. РМК там сейчас для чего? Для того, чтобы не было вообще ни у кого никаких соблазнов кого-то предложить туда послать или для чего-то другого? Я думаю, что Азербайджан использует сейчас вот на данном этапе присутствие РМК там именно вот. Это международное представительство. Одна из трех видов международного представительства на Земле. РМК, российско-турецкий совместный мониторинг центр и вот периодические, значит, мониторинги офиса ООН в Азербайджане. Вот этот такой трехступенчатый элемент международного присутствия в регионе, который должен обеспечивать гарантии безопасности и прав армян, проживающих в Карабахско-экономическом регионе в соответствии с законодательством Азербайджанской республики. Вот так. Вот. Что касается… Опять вот это Россия и Иран. Взаимодействие идет по обоим направлениям. Идут они на взаимодействие? Идем на взаимодействие. Идут они на конфронтацию? Идем на конфронтацию. Говорят они об этом публично? Отвечаем публично. Делают они что-то из-под полы? Отвечаем из-под полы. То есть это наш, так скажем, такой элемент взаимоотношений с этими странами. С ними, я не знаю, по-другому другие как-то выстраивают свои взаимоотношения. Ну вот у нас это сложилось вот так. Что касается Запада, а что у нас с Западом? По теме безопасности региональной. Мы что, отказывались от сотрудничества с США? Это они 907-ю поправку в этом году не остановили ее действия на год. Это они сделали. Они ограничивали себя в взаимоотношениях с Азербайджаном. Не Азербайджан. Азербайджан не инициировал ухудшение отношений с Западом ни по одной из тем. Ни в энергетике. Ни в коммуникации транспортно-логистической сфере. Ни в других каких-то вещах. Если у них есть какие-то требования и они выставляют какие-то условия. Это уже их проблема. И в этом отношении у нас только наращивается взаимодействие с Западом и по поставкам газа. Новые проекты по кабелю, по транспорту и так далее. Мы все приветствуем эти дела. Поэтому я думаю, что вы правы. Не то, что во внешней политике Азербайджана. Тема Армении. И тему Армении нужно делить на две части. Это тема непосредственно армяно-азербайджанская и тема Карабаха. Вот тема Карабаха, она уже сходит на нет. Во взаимоотношениях Азербайджана со всеми странами мира. У нас же раньше был такой комплекс. Там даже НПО, когда заключал какой-то меморандум о сотрудничестве с НПО с другой стороны. Там прям была целая поддержка территориальная, целостность и суверенитет. Уже этого, как такового, не имеет такого жизненно важного значения. Уже тема Карабаха закрыта. И нас уже поздравили, те, кто поздравил, с восстановлением суверенитета территориальной церкви. И так далее и тому подобное. Я думаю, во взаимоотношении уже с Европой, с тем, что Россией, с Ираном, с США, тема Карабаха, она спадет на нет. Остается тема взаимоотношений с Арменией. И здесь, в принципе, уже я ответил частично на этот вопрос. Здесь все ясно. Да, мы прошлись полностью. И осталось еще два небольших очень вопроса. Первый вопрос. Все чаще и чаще звучат разговоры о том, что Азербайджан практически отказался от своего тезиса о том, что Армени и Карабаха могут вернуться. Так ли это? Я не встречал такого. В третьем. А? В третьем? В третьем. А как можно отказаться от этого тезиса? Не знаю. И это можно сделать в двух видах. Или ты заявил об этом. Потом говорят, что я дезавуеваю свое заявление. Что мы не хотим. Но Вадим, например, считает, что проведение парада это было отказом от этого предложения. Ну, это почему? Нет. Месседжи парады. Советую посмотреть очень интересно. А, да. Это и внутренние, и внешние месседжи. Значит, внешние месседжи это реваншистским силам в Армении и за ее пределами. Вот, чтобы особенно не думали. Это и внутри. Ведь наша проамериканская оппозиция, это и свобода, это и каналы, которые в Америке, в Европе. Они дружно по всем тезисам советской пропаганды. Они получают один тезис. И этот тезис культивируют. Культивирование тезиса состояло в том, что после операции мы пожертвовали людьми и так далее. Россия все еще там. Мы не можем зайти в Ханки-Анде. Мы идем там. Все, что там есть, мы только с разрешения Российской Федерации все это можем делать. Мы вообще там превращаемся в губернию. Там Ариф Юнус говорил о том, что мы стали форпостом России на Южном Кавказе. Это все исходит из одного центра. Месседж был о том, что вот парад провели. Войска, спецназ здесь, все здесь. Коменданта назначили и так далее. Это был внутренний месседж о том, что все, вопрос закрыт. Сейчас они все еще оставляют эту тему, что а что там делать-то рамка. Это тема переговоров. Им отвечаешь, они не удовлетворяются ответом. Ну и бог с ним. Что касается внешнего, да. Но не говорить о том, что бог. Вы знаете, как дело. Был бы этот парад, если бы армяне там остались и пошли бы на реинтеграцию? Наверное, был бы. Может быть. Я не думаю. Я не думаю. Не знаю. Я говорю, я не знаю. Вина, опять же, в них самих. Вина в них самих. Или же этот парад, наверное, был бы через лет пять. Свободный проезд и так далее. Это все было бы вот в этих элементах реинтеграции. И пошли бы на это. Я сейчас передачусь с Владимиром, но и об этом тоже мы бы поговорили. Да. То есть, пошли бы они на это. Да. Было бы все по-другому. Не пошли же. Сами взяли, выехали. Это во-первых. Во-вторых, если уже есть портал, пусть покажет хоть одного армянина, который обратился в этот портал, снял это все на видео, и ему не пришел ответ или же сам. Пусть покажет хоть одного человека, тогда мы скажем, что Азербайджан не заинтересован в возвращении армян в Карабах и так далее. Но я от себя скажу, что от себя скажу, что вот это приглашение, что возвращайтесь и так далее, это тоже будет на какое-то время. На какое-то время. Временно будет. Потом уже процедура совсем будет иной. И последний вопрос. Это вопрос, уже классика жанра была всегда, что Россия и Иран являются экзистенциальными угрозами для Азербайджана. Про Иран говорить не буду. Россия продолжает оставаться экзистенциальной угрозой или в том состоянии, в котором она есть, уже нет? Здесь две формы экзистенциальной угрозы. Иран, обе страны есть силы и они достаточно мощные, правительство двух стран, которые видят территорию нашей страны частью своей страны. Иран это видит частью своей страны. Это угроза существования. Да, Россия видит частью, значит, союзного какого-то государства, не отменяется Азербайджанская республика и так далее. Вот они как-то так это все видят. Ну, конечно, Россия с нынешним положением, с нынешними ресурсами и так далее, это, я думаю, что уже нельзя считать экзистенциальной угрозой. Вот, тем более, что у нас есть военно-политический союз с Турцией, и он все еще больше укрепляется и так далее. Да, если смотреть со стороны потенциальных угроз, да, со стороны России есть угроз. Но… Да, это может быть опять. Да, я думаю, что сейчас она переходит из формы экзистенциальной в более такой, да, легковесной. Чтобы наши зрители, я понимаю, что подавляющее большинство зрителей все понимают, но чтобы наши зрители не обвинили нас в умничестве. Экзистенциальная угроза – это угроза существования. Угроза существования. Существования, да. Государства. Государства, так скажем. Слушай, огромное спасибо. Огромное спасибо, Фатхаз, за очень интересную беседу. И большое спасибо всем нашим друзьям, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok